Это радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Сталин». И у нас в гостях сегодня Евгений Спицын, простите, историк, автор пятитомного учебника «История России». Евгений Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 79258888948. Титр «Говорит МСК», наш сайт «Говоритмосква.ру». И, естественно, Телеграм, которым мы вас активно призываем пользоваться, это «Говоритмосква.бот». На прошлой неделе, в прошлый раз, мы обсуждали, говорили о первой сталинской пятилетке. На этой неделе решили продолжить и поговорить о второй сталинской пятилетке. Евгений Юрьевич, с чем пришли к 1931 году? Ну, не к 1931 году. Вторая сталинская пятилетка — это все-таки начало 1933 года. Да, хотя первые наметки второго пятилетнего плана, они были уже обсуждены на 17-й партийной конференции. Это январь-февраль 1932 года. То есть еще формально шла первая пятилетка, но плановые задания второй пятилетки уже тогда обсуждались. А директивы пятилетнего плана, они уже были официально утверждены на 17-м партийном съезде, это февраль 1934 года. То есть когда пятилетка уже реализовывалась целый год. Что выставлялось как суть и как цель? Ну, то есть и чем, скажем так, декларирование целей в первой пятилетке отличается от декларирования целей второй пятилетки? Ну, там принципиальных различий не было, потому что еще в 1931 году Сталин прямо поставил задачу вообще индустриализации и коллективизации страны как таковой. То есть это было... Они отстали от основного мира на 50, а то есть поэтому должны за 10 их догнать. Ну да, да, да. Он сказал так, что мы отстали от передовых стран на 100-150 лет, мы должны за 10 лет преодолеть этот разрыв. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Вот это была точная, так сказать, сталинская установка. Он нацелил всю страну на решение этой проблемы. Он прекрасно понимал, что это не, так сказать, какой-то оборот речи, а что это реальная практическая задача. И если бы мы не пробежали бы вот за эти 13 лет, там, условно говоря, с 28-го, рубежа 28-го, 29-го годов до июня 41-го года, вот этот вот промежуток, да, за 10 лет, да, там, ну, 13 с небольшим, да, то мы бы войну не выиграли. Это надо четко понимать. Ну, естественно, говорят, что главным образом все готовились к войне, долгие годы готовились, поэтому оборонные заводы строились, вооружения и так далее. Но в данном случае можно ли определить, какие сферы решено было развивать во вторую пятилетку? Или доразвивать все-таки, наверное, часть первой, потому что не все дало всю память? Значит, послушайте, вот в историографии и в нашей зарубежной, особенно в перестройочный период, появилось целый ряд работ, ну, в частности, того же Верта, французского историка, еврокоммуниста, того же Боффа, итальянского историка, ну, и наших там горе историков времен перестройки, которые начали выдумывать всякого разного рода, значит, фэнтези по поводу того, что вот провал первой пятилетки, не выполнение плановых показателей первой пятилетки, они, дескать, вызвали резкий раскол внутри политбюро ЦК, значит, возникло вот жесткое противостояние между сталинской группировкой и так называемыми бакинцами, Куда чохом причисляли всех, кто когда-либо работал в Баку, я имею в виду Арджиникидзе, Кирова, Микояна, Янукидзе и так далее, вот, конечно, это чушь собачья, ничего подобного не было, там действительно было недовольство части вот этой партийной верхушки, я имею в виду на самом верху, Вячеслав Михайлович Молотова, его не случайно называли задницей, да, каменной задницей, но это, извините, это такое выражение, он был такой довольно махровый бюрократ, вот, у него были просто личные отношения не лучшего порядка вот с представителями этой бакинской группировки, Поэтому они, когда какие-то высказывали критические замечания в деятельности правительства, это не были замечания, связанные с реализацией самого курса на индустриализацию страны или коллективизацию страны, это были только личные претензии к Молотову, поэтому вот сказки про то, что внутри политбюро ЦК было какое-то противостояние группировок, Какое оно, например, было в 20-е годы, когда били сначала троцкийскую оппозицию, потом объединенную троцкийско-зиновьевскую, и, наконец, вот эту правую бухаринскую оппозицию, такого, безусловно, не было Значит, мы с вами подходим к вопросу, а какая же стояла главная политическая задача, когда составляли план второй пятилетки? Значит, смотрите, если план первой пятилетки составлялся двумя центрами, с одной стороны, это ВСНХ, который тогда возглавлял Хуйбышев, А с другой стороны, госплан, который возглавлял Крыжановский, то там все-таки были два разных подхода к составлению плана первой пятилетки Значит, в случае с ВСНХ, там однозначно был взят сразу упор на такое ускоренное развитие исключительно базовых отраслей, то есть отраслей тяжелой промышленности А в случае вот с планом, который разрабатывался в недрах госплана Крыжановский, там все-таки предполагалось такое постепенное, что ли, постепенное реализация программы индустриализации в четыре этапа Сначала там, это традиционная, в общем-то, форма планирования, которая была принята, кстати, еще и до революции Вот, но с этим, кстати, были связаны и часть провалов первой пятилетки Не все же плановые показатели первой пятилетки удалось реализовать Ну и потом надо все-таки понять, что в таких масштабах реализация индустриализации страны, она, безусловно, не могла бы обойтись без каких-то ошибок, там, нерешенных проблем и так далее, и так далее Поэтому, учтя вот этот опыт, к составлению плана второй пятилетки, конечно, подошли более взвешенно И там было причем указано, что, значит, не надо отдавать вот такой уж явный приоритет развитию отраслей группы А, то есть базовых отраслей промышленности А все-таки надо, ну, более-менее сбалансированно развивать и группу отраслей Б, то есть тех отраслей, которые насыщали, условно говоря, потребительский рынок, в том числе продукции текстильной, там, значит, пищевой и другими отраслями промышленности Насколько известно, построено было за время, наверное, второй пятилетки, вы мне поправите, если я ошибаюсь, 4,5 тысячи объектов промышленности Это крупных Что это такое было? И можно ли сказать, знаете, глядя на карту Российской Федерации, сейчас, нынешнюю карту, что вот до Уральских гор, как развивалось, так и после развивалось, то есть равномерное развитие государства Да, спасибо, вопрос, кстати, очень хороший и такой, что называется, в точку Во-первых, именно в годы второй пятилетки стала создаваться так называемая вторая индустриальная база на востоке страны, то есть за Уралом Там то, что сыграет исключительно важную роль в годы войны Причем там стали создаваться и так называемые заводы-дублеры Более того, там стали создаваться, вот мало кто об этом знает, значит, условия для возможной эвакуации заводов с европейской части страны То есть делали фундаменты, подводили туда коммуникации Сами заводы не строили, то есть делали только, расчищали площадки, подводили коммуникации, но прежде всего электричество, дороги, там шоссейные или железные и так далее И это, кстати, вот почему многие говорят, а чуть так во время войны мы быстро преодолели вот этот спад промышленного производства Вызванный стремительным наступлением немцев, эвакуацией значительного числа предприятий из европейской части страны и так далее А потому что вывозили-то не в голое поле-то, люди-то не понимают этого Вывозили вот на эти самые фундаменты, станки ставили, подключали их И они уже, так сказать, под открытым небом могли давать продукцию Те же снаряды, те же винтовки и так далее, и так далее Мы говорим оба, то, что выносили за Уральские горы, мы говорим только о военной промышленности или все-таки о товаре двойного назначения, что называется? Нет, нет, послушайте, строились заводы двойного назначения под ключ, это одна ситуация Вот Когда можно было в условиях военного времени, ну, условно говоря, вместо макарон выпускать патроны Не случайно у нас и макароны были того же калибра, что и патроны, 7,62 Вы знали об этом, нет? Интересно, это Советские макароны, они были по калибру, как, значит, патрон для винтовки, понимаете? Вот, поэтому, когда надо было, быстро переналадили, что называется, с макарон на выпуск этих патронов, да? Это одна ситуация А другая ситуация, когда, значит, строились площадки, где не возводились еще корпуса заводские, потому что не хватало капиталовложения, но понимали, что, в общем-то, ждет страну в ближайшее время, ведь все прекрасно понимали, для чего англо-американские, значит, финансовые, так сказать, олигархические круги реализовывали на территории Германии и план Дауса 24-го года, и план Юнга 1930-го года Почему в 30-м году в швейцарском Базиле создавался банк реконструкции и развития, через который шла скупка всех активов немецких, в том числе Ротшильдами, значит, Рокфеллером и так далее, и так далее И кто привел, на самом деле, Гитлера к власти? Ни для кого не был секрет, понимаете? Вот здесь, как раз, Евгений Юрьевич, вопрос от 692-го. Изменились ли цели пятилетки в связи с переходом в Германию к власти нацистов? Ну, естественно, были, так сказать, отданы приоритету развитию, во-первых, технологически более таких новых отраслей, раз, и, значит, особое внимание было уделено, безусловно, развитию военно-промышленного комплекса. Почему именно в годы второй пятилетки, смотрите, возводятся Запорожский и Азовский сталелитийный заводы, значит, Новотульский и Новолипецкий металлургические комбинаты, ну, и так далее, и так далее. В Кузбассе тоже самое делается. Потом, не надо забывать, что годы второй пятилетки, это новый этап в развитии коллективизации, возводится, вводится в строй вот этот знаменитый ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения, Минский тракторный завод, Челябинский тракторный завод, а там, где тракторные заводы, там производство и чего? Танков, понятно, да? Чьи технологии? А? Чьи технологии? Наверное, здесь стоит отметить, что все-таки в ту пору и сотрудничали с европейскими государствами, в том числе и немецкие технологии какие-то были. Нет, 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 вторая пятилетка это уже нет. Только в первой? В первой пятилетке там, там из-за, да, из-за Великой депрессии так называемой у нас сюда хлынула толпа американских инженеров, правда, преувеличивают количество этих инженеров, они получали здесь неплохие деньги, они свою лепту внесли в развитие, значит, индустриализации вот в годы первой пятилетки, во второй пятилетке этого уже не было. Гитлер в 32-м году приходит к власти, ну, считайте, да, официально он стал канцлером в январе 33-го, но уже стало очевидно всем, что он будет канцлером, почему? Потому что гитлеровская партия в 32-м году фактически побеждает на выборах в германский Бундестаг, вот, там же из-за того, что не было создано так называемого единого фронта, да, социалисты и коммунисты не пошли единым фронтом, народным фронтом, они фактически уступили первенство именно Гитлеру, а там уже было дело техники, там уже германские банкиры, вот этот профсоюз германских банкиров во голове со Шрёдером, они фактически уже в 32-м году Гинденбургу, президенту Веймарской республики, поставили ультиматум, что он должен назначить главой правительства именно Гитлера. — Возвращаясь в Советский Союз, где брали деньги на то, чтобы заводы, пароходы строить, дороги прокладывать, тоннели прокладывать, где брали деньги? — Да, послушайте, значит, у нас никак не могут понять принципиальной разницы между сталинской экономикой, которая была социалистической, и между нынешней или буржуазной экономикой. Значит, в чём эта принципиальная разница? Я сейчас на пальцах объясню, чтобы люди поняли. — Вот, например, стоит задача построить завод и начать выпуск той или иной продукции. Значит, понятно, что под эту задачу надо понять, где брать ресурсы людские, значит, источники сырья и так далее, и так далее. — Денежные, наверное, которые можно. — Какую, ничего подобного. — Технологичные. — Ничего подобного. Какие коммуникации и так далее. И эта задача при социалистической экономике будет решена по-любому. Почему? А потому что здесь главная задача не извлечения прибыли, а создания этого завода и производства продукта. В капиталистической экономике будет стоять точно такое же производство, с такими же задачами. Если оно не будет давать прибыли, это производство никогда не откроется. Ни один капиталист не вложит сюда. Поэтому в капитализме деньги — это всё, а при социализме деньги — это лишь инструмент. Вот и вся принципиальная разница. Поэтому, когда мы говорим, откуда брали деньги, можно было спокойно включать печатный станок и запускать эти деньги. Тем более, вы имеете в виду, что вот целый ряд авторов, экономистов, тот же Ханин, Катасонов, они совершенно правильно говорят, в чём принципиальное отличие сталинской модели экономики от советской, так называемой, которой мы причисляем. Там хрущёвскую модель, брежневскую, я уж не говорю горбачёвскую, там начался демонтаж вот этой сталинской модели. Там вот эти буржуазные, рыночные, неонеповские элементы, они разрушили вот эту сталинскую модель. И если при Сталине у нас ежегодно средние показатели промышленного роста составляли 18-21%, то при Брежневе, когда мы говорили о периоде застоя, эти показатели стали составлять всего 7-6% в год, в 3-4 раза меньше. А почему? А потому что вот эта вот Косыгинская реформа, которой нам давно уже промыли все, значит, мозги и навешали лапши, что вот, дескать, самые замечательные реформы, Косыгин великий реформатор. Да что сделал Косыгин? Он фактически возродил здесь неонеповскую, то есть сделал второй непов, словом говоря, в стране. А результат от него развал Советского Союза, развал социализма как общественного строя. Сталин прекрасно понимал, в чем суть социалистической экономики. При социалистической, настоящей социалистической экономике, монополия на банковскую деятельность, раз. Монополия внешней торговли, два. Значит, Роль Тарксинов какая была? А это вы не путайте. Дело в том, что при Сталине, вот опять-таки, еще раз, заблуждение. Говорят, что, дескать, была тоталитарная социалистическая экономика. При Сталине и Тарксины, и, значит, Артели спокойно работали, выполняли, в том числе, государственные заказы, наполняли рынки и так далее, и так далее. Сталин прекрасно понимал, что достаточно иметь командные высоты в руках государства только в стратегически важных отраслях производства. У нас, извините, и коллективизация, почти 8% хозяйств, в отличие от хрущевских времен, были единоличными во времена Сталина. У нас не тотальная была коллективизация. Я почему вас спросила про средства, которые тратили? Да. Потому что, если возвращаться к первой пятилетке, тех же самых американцев приглашали, хорошо платили. Вы сами это сказали. Потому что нужны были технологии, нужны были, в конце концов, мозги инженерные. Что было во второй пятилетке? А мы хорошо учились, вы не переживайте. У нас были созданы сотни предприятий, сотни, значит, университетов, институтов, ПТУ, условно говоря, ну, школы рабочей молодежи. Русский народ, он талантливый, сообразительный. Там, где немец будет думать год, мы за месяц это все освоим, понимаете? 692-й. Наши торговые и военно-технические связи с Германией после 1933 года были оборваны? Нет. А при чем тут это? Дело в том, что... Связи были? Ну, конечно, были. У нас и дипотношения были. Только с Германией были у всех дипотношения. Экономические связи? Были, конечно. Были экономические связи? Да, ну и что? Все-таки. Ну и что? На чем они основывались? Что делали? У нас сейчас есть в США экономические связи? Простите, мы говорим про вторую пятилетку. Вот послушайте, у нас в США есть экономические связи? Конечно. Конечно, это такое же фашистское государство, как и нацистская Германия. Подождите, Евгений Юрьевич, мы сейчас с вами говорим конкретно про вторую старинетку пятилетку. Были. Я вас спрашиваю конкретно, чем торговали? Какого рода были эти экономические связи? Да, обычный, господи, набор технологий, сырья и так далее, которые были до революции. Ну, кто с кем торговал, кто кому платил? Это обычно... Я вот не вижу... Я понимаю подвох этого вопроса. Значит, послушайте. У нас, например, до революции Германия была основным, так сказать, игроком, экономическим игроком на международном рынке. Я имею в виду прежде всего европейском, западном. Почему, кстати, когда шла Первая мировая война, и англичане предлагали в 16-м году на экономической конференции России стать участником тотального задушения Германии, как прежде всего экономического партнера, тогдашний министр иностранных дел, ну, до этого он был этим госконтролером Покровский Николай Николаевич, он отказался подписать эти документы, что стало, кстати, одной из причин, почему английские и французские послы приняли активное участие в февральском государственном перевороте 17-го года. Так и здесь. Германия всегда, вне зависимости от политического режима, будь то это кайзеровская Германия, веймарская Германия или нацистская Германия, была торговым партнером России и всех остальных стран мира, включая Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию и так далее. Технологию у кого-то Советский Союз брал в период второй пятилетки? Нет, уже в этот период нет. Когда там на Западе в 32-м году поняли, какую они допустили глобальную ошибку, когда они увидели, что мы завершили первую пятилетку и у нас рост производства вырос в разы, они за голову схватились. Они-то думали, что нам понадобятся вот эти 100 лет, как и им. Поэтому уже с 32-го года после выхода из этой депрессии, такой вот, да, перманентной, никаких технологий больше они нам не давали. Я имею в виду высоких технологий, естественно, понимаете? Все своими мозгами, все своими руками создавали. — 7373948, это телефон прямого... Я прошу прощения, 7373948 по коду 8495, еще смс-сообщение, плюс 7995-8888948. Давайте теперь предметно. Про заводы более-менее понятно. Что еще? Что было построено? На что все ресурсы были брошены? — Ну, ресурсы были брошены на индустриализацию и коллективизацию. Ну, вот если вы посмотрите, вот у нас, например, вторая пятилетка, это, ну, фактически третий этап коллективизации, который, ну, фактически поставил точку вот в реализации этой программы. Уже в третьей пятилетке проблемы коллективизации не стояли так остро. Ну, чтобы вы поняли, я вам в качестве вот такого характерного примера приведу. Значит, мы стали собирать, если мы в 20-е годы в среднем собирали где-то, ну, 70 миллионов тонн зерна, то по итогам второй пятилетки средняя урожайность сбора, валового сбора зерна составляла 80 миллионов тонн. Если в 20-е годы это зерно собиралось силами 55 миллионов крестьянских хозяйств, то по итогам второй пятилетки большее количество зерна, вместо 70-80, оно, например, собиралось уже силами 32-35 миллионов крестьянских хозяйств. Есть разница? Так, сейчас скажу, Пескоструев, так подписывается, слушатель, говорит, ответьте, пожалуйста, чем заплатил Советский Союз Германии за технологии и оборудование? Я еще раз говорю, Советский Союз у Германии нацистской не покупал ни оборудования, ни технологии. 7373948 по коду 8495. Это да, да, стоп, я даже дам пояснение. Пожалуйста. Он, может быть, и хотел бы купить эти технологии и оборудование. Другое дело, что на Западе было принято решение именно после 32-го года никаких высоких технологий Советскому Союзу не продавать. Но что-то продавали? Ну, по мелочевке, конечно, продавали. А что такое? Ну, например? Ну, слушайте, я вот вам просто пример приведу. Помните, была знаменитая операция Эрмитаж? Так. Вот, мы там продавали, условно говоря, картины с Эрмитажа, да? А поскольку был тотальный, так сказать, запрет на экономические связи с Советским Союзом, ну, нашли там пару людей. Одного армянина, с которым был связан тот же, значит, Микоян там. И министр торговли США. То есть продавали ценности? А они через... Но при этом через их конторы мы гнали, например, ту же нефть. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Скажите, пожалуйста, я уважаю моего гостя, хочу спросить о следующем. Вот Катасунов тоже писал о сталинской экономике, я читала. Вот, вы знаете, в 30-х годах на первом месте мы были, да, в Европе по промышленному производству. А как вот вы можете объяснить, вот эта мобилизационная экономика, она может только при социалистической системе, а уже при капитализме не работает? Принято, спасибо. Да, мобилизационная система, это, конечно, особый, так сказать, тип экономической модели, который характерен только для социализма. Может быть, исторически, я не знаю, у нас могут возникнуть какие-то мобилизационные модели в рамках буржуазной экономики, но пока подобного рода модели буржуазной экономики исторически еще не существовало. Наверное, стоит еще перечислить, что... Сейчас, секунду, найду. Канал Беломор-Балтийский был построен, да? Да, да, да. Москва-Волга. Москва-Волга, да полно. Цифры еще... Метрополитен московский. Московский метрополитен. Вот, тот же московский нефтеперерабатывающий завод. То есть, да, огромное количество было крупных предприятий. Было бы возникнуть вообще четыре... Ну, слушайте, вот послушайте, когда мы начинали первую пятилетку, у нас не было ни одного комбайна. А к концу второй пятилетки мы производили более 150 тысяч комбайнов. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Ваши звонки, уважаемые слушатели, будем принимать через 4 минуты после информационного выпуска. Это радиостанция «Говорит Москва», 94-8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Сталин». Говорим о второй сталинской пятилетке. У нас в гостях историк, автор пятитомного учебника истории России Евгений Спицын. И сейчас отдельное просто обращение в том, что называется, к 184-му «Космополит». Он так подписывается. Товарищ космополит, я вас попрошу задавать вопросы, потому что вы дублируете свои сообщения, присылаете постоянно одни и те же цитаты. Вы трансформируете их в вопрос хотя бы, тогда я буду это зачитывать. 7373948 по коду 8495. Так, давайте, да, звонок сейчас с мышкой разберусь и примем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Да, Иван, слушаем. Пожалуйста. Вот человек, друзья, а куда делись бывшие хозяева, мэтмены, которые после революции были? Они что, уехали или влились в производство? И вообще, как новый человек создавался? Ведь что-таки в председательском режиме одни люди были, проститутки, воры. А тут вдруг стали все рабочие, крестьяне, интеллигенции, новые. Спасибо, принято. Как вы сразу видите, черные и белые. Значит, ну послушайте, во-первых, давайте так. Не надо преувеличивать количество нэпманов, которые были в Советском Союзе в 20-е годы. Все-таки население страны до 1939 года, то есть до вхождения там Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и так далее, составляло 167 миллионов человек. Когда вошли эти территории перед войной, население страны было 194 миллиона человек. Но если на всю страну было несколько десятков нэпманов, то понимаете, ну вы увидите вот в таком огромном количестве людей вот эту горстку, состоящую из нескольких десятков тысяч человек. Кто-то переобулся, стал, так сказать, правоверным там партийным и советским работником, значит, передовиком производства и так далее. Кто-то загремел там на соловки на перевспитание, кто-то тихо ушел, так сказать, работать на завод там и так далее, и так далее. Тут никакой проблемы-то в этом не было. Это же не были миллионы людей, которых надо было утилизировать. У нас вообще представления о сталинских репрессиях, они базируются на сказках господина Солженицына, Медведева и прочих, так сказать, фантазеров. Да, поэтому если вы посмотрите реальные факты, ну в частности отраженные в работах того же Земского, Виктора Николаевича, к сожалению, покойного, в работах там того же Жукова и так далее, вы увидите. Есть же документ, который подписали еще в феврале 54-го года на имя Маленкова и Хрущева три руководителя силовых ведомств. Я имею в виду, значит, генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова. Они же там четко показали, сколько народов были репрессированы, условно говоря, по так называемым политическим статьям, которые, кстати, включали в себя в том числе и измену родине, и бандитизм и так далее. Так вот, я сейчас просто цифры назову, чтобы люди понимали, да, масштаб репрессий. Так вот, там было четко указано, а я напомню, что эта записка была строго секретна, она была впервые извлечена из архивов только при Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Так вот, там было четко указано, с 21-го, я на это обращаю внимание, по 53-й год включительно, по этим статьям было привлечено к ответственности 3 миллиона 778 тысяч человек. Из них 642 тысячи были расстреляны. Сталин, я напомню, в 21-м, в 29-м годах лидером партии не являлся. А 270... Это первое. Второе. Значит, всего было направлено на спецпоселение 1 миллион 800 тысяч человек. Опять-таки... Вы просто так сразу ярлык ставите, что это те самые кулаки эксплуатантов. Да, это те самые кулаки эксплуатантов. А вы знаете, чем они занимались? Да их ненавидела вся деревня. Вы почитаете книгу Зенцова «Сталин и народ. Почему не было восстания?» Да они Иосифа Виссареновича аплодировали. Они вот этих мироедов, которые их достали уже до печенок, которые их эксплуатировали в прямом смысле слова. Они их ненавидели всей душой. Заложил, кстати, все это Столыпин, которым нам сейчас памятники ставят. Почему, кстати, говорят очень часто, что именно Столыпин – отец русской революции? Почему народ отверг, так сказать, вот эту Столыпинскую реформу и разрушение традиционных столетних... Да, если не про Столыпину, у нас программа «Сталин» называется. Да, так вот я про Сталину, я возвращусь. Значит, послушайте, значит, потом часть из них, конечно, бежала, там кто-то умер, кого-то реабилитировали и так далее. На спецпоселении осталось через 9 месяцев всего 1 миллион 300 тысяч человек. 7373 всего, вы говорите, 7373948 по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте, Алло. Но это, опять-таки, же не десятки миллионов, понимаете? Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. 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 Да что ж такое-то? 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Зовут Роман. Да, пожалуйста, Роман. Хотел задать вопрос гостю. А как он относится к тому, что Сосаревич был спасен и Косыгин... Ой, нет, ни про Сосаревича, ни про Косыгин. Нет, нет, не будем. Я сразу скажу, что отрицательно. Все это ерунда. Программа «Сталин» называется. Товарищи, я вас призываю задавать вопросы по теме Влад Комов. Не секрет, что сталинская экономика базировалась в том числе и на труде заключенных. Какова была эффективность такого труда? Можно просчитать? Слушайте, ну, конечно, труд заключенных, как и любой подневольный труд, он менее эффективен, чем труд свободных. Это раз. Потом, надо понять, что в системе ГУЛАГа у нас существовала довольно, значит, стройная система вот этих трудовых лагерей, которые занимались в том числе и строительством каких-то крупных объектов промышленного значения и так далее. Но не надо думать, что у нас практически все стройки социализма, ну, условно говоря, там какой-нибудь Магнитогорский металлургический комбинат или Комсомольск-на-Амуре строились только силами заключенных. Это, конечно, байки позднесоветского и перестроечного периода. Конечно, эти стройки в основном возводились за счет, вот, в том числе энтузиазма трудового, за счет того, что Коммунистическая партия была настоящим, так сказать, лидером государства, которое могло, ну, поднять людей, что ли, на решение вот этих гигантских задач. Каковы были условия труда и получали ли люди, те же самые даже энтузиасты, которые проходили, строили эти дороги, заводы, пароходы? Ну, слушайте, условия труда, вот, когда в необжитых районах там строят что-то, конечно, это не какие-то курортные условия труда, но, тем не менее, люди жили, горели на работе, выполняли планы, рожали. Нормально они получали. Слушайте, уровень жизни советских людей в 30-е годы был куда выше их же, таких же рабочих, в той же Франции, Англии, Германии. Владимир Юрьевич, я прошу, почему я задаю вам эти вопросы, потому что вы историк, и я, надеюсь, услышите от вас факт, просто факт, цифры, факты. Нет, слушайте, ну, слушайте, ну, не может любой историк, даже хими-пяди-балбу, знать, какой был уровень зарплаты, например, рабочего там на Магнитогорском металлургическом комбинате. Я не знаю, конечно, какой-то узкий специалист может и знать, я, естественно, не знаю. 73-73-948, мы слушаем вас, здравствуйте, Алло. Алло? Да, Анна, наверное, это я ваше сообщение зачитывала. Мое, мое. Да, пожалуйста, слушаем вас. Ну, я прошу прощения, мне-то не солженицами медведев не нужны, я-то все годы жила. Ну, во-первых, в какие, подождите, в какие годы вы жили, вам сколько лет? Мне 92-й. По голове? Ну, 25-го июня, 25-го года в Москве. Это наша постоянная слушательница, да. Да, ну, что-то я сомневаюсь, что вам 92 года, ну, дайте послушаем, да. Да, ну, во-первых, мы приняли Конституцию новую, сталинскую. Ну, в 36-м году, и что? Да. Нет, я рассказываю, что было хорошего. А? Нам в школу вернули уроки истории. Правильно, абсолютно. У нас появился в Москве троллейбус, первый московский. Правильно. Ну, скажите мне... Метро появилось. Ну, метро-то, с того собой, вы о нем говорили. У нас появились Тахановцы, у нас появились Дуся Маруси Винограды. Абсолютно правильно. Мы спасали Челюсти. Правда, Папанинца, сколько я помню, мы эвакуировали на немецких самолетах, а не на наших. Я ошибаюсь? Слушайте, вопросы задавайте. Ага. Вы мне, пожалуйста, расскажите подробнее про господина Ежова и про назначение комиссии по специальным полномочиям. По-моему, они так назывались. Спасибо. Которые мучили всех. Понятно. Принято. Значит, я вам про комиссию Ежова ничего говорить не буду, не потому что я не знаю, а потому что я понял подвох вашего вопроса. А тема у нас вторая пятилетка, а не биография Ежова, госпожа, которой 92 года. Здоровья вам и счастья. Вы отказываетесь. Я отказываюсь и отвечаю, тем более я понимаю, что этой женщине не 92 года. Нет, это наше постоянное слушание. Ну, слушайте, я, слава богу, взрослый человек, и отличить голос 92-летней старухи от... Я прошу вас, Евгений Юрьевич, у нас есть, понимаете как, я вас прошу корректно относиться к нашим слушателям. А что, человек, который 92 года, это не старуха? Он может дозвониться в эфир. Да нет, но я по голосу-то понимаю, что это не пожилая женщина. 7-3-7-3-9-4-8, это телефон прямого эфира, я не буду с вами спорить. А про репрессии, мадам, я вам скажу так, значит, были уничтожены враги народа. И если бы они не были уничтожены, мы бы не победили войну. Нам не мешало бы вот этот сталинский опыт сейчас тоже применить в действии. Евгений Юрьевич, я вас пригласил, и мы вас пригласили на определенную тему. Вот именно. Вы сами отказываете отвечать на вопросы, но потом отвечаете, сами продолжаете другую тему. Про Столыпино, еще про что-то. Поэтому либо вы отвечаете на вопросы слушателей, либо мы другие темы не затрагиваем. Хорошо. 7-3-7-3-9-4-8 по коду 8-4-9-5. Давайте определим теперь по поводу культуры. Какая роль здесь была и какие цели были поставлены, как развивалась советская культура в годы второй пятилетки, и что было с образованием, с научными открытиями и так далее? Ну, во-первых, значит, практически была решена проблема ликвидации неграмотности, раз. Было введено всеобщее начальное и, значит, среднее образование, правда, оно было не полное, а семилетнее. Были открыты разные формы, разные, вернее, виды школ. Ну, в основном это четыре школы, семилетние, десятилетние школы и плюс, значит, рабфаки и школы ученической молодежи там и так далее. Было открыто огромное количество техникумов, более тысячи техникумов и несколько сотен университетов и вузов, на которых готовили специалистов и так далее, и так далее. Плюс, вот правильно она сказала, что были возвращены старые принципы организации образовательного процесса, в частности, отказались от вот этих идей педологической школы, которую активно насаждали все двадцатые годы Луначарский, Крупская, Бухарин и другие русофобы. Был создан учебник истории, ну и так далее, и так далее. То есть, и тут можно говорить, вот в сфере образования здесь были достигнуты, ну просто гигантские. Ни одна страна тогдашнего мира не могла похвастаться теми результатами в образовании и науке, какие были у Советского Союза. Потому что на тот момент только Советский Союз имел, значит, систему непрерывного, я подчеркиваю, непрерывного образования, только в Советском Союзе была полностью ликвидирована безграмотность. Я уже не говорю про те достижения советской науки, которые, ну, в тот период были достигнуты нашими выдающимися учеными, ну хотя бы по поводу каучика, каучика, лебедя, понимаете? Проблема, так сказать, производства тех же вот покрышек, да, которая была проблемой номер один для автомобильной промышленности для всего мира. Кто изобрел искусственный каучик? Наш знаменитый физик Лебедев. Алексей говорит, какие министерства были во второй пятилетке? Ну, кстати, хороший вопрос, спасибо вам за вопрос. Дело в том, что в 1932 году был ликвидирован, значит, Высший Совет Народного Хозяйства, который фактически представлял собой такой экономический монстр, и на его базе были созданы первые три наркомата, в частности, наркомат тяжелой промышленности, который возглавил Арджиникидзе, наркомат лесной промышленности и так далее, и так далее. По мере решения, значит, каких-то серьезных и важных народных этих хозяйственных проблем создавались и новые наркоматы. Ну, например, в 1935 году у нас был наркомат земледелия, который возглавлял Эпштейн, Яковлев, а потом, когда фактически завершился третий этап коллективизации, были созданы два еще новых наркомата, ну, в частности, наркомат заготовок и наркомат совхозов, потому что совхозы, это была отдельная статья, так сказать, в развитии аграрного производства Советского Союза. Ну и, наконец, незадолго до войны, то есть это вот конец 30-х годов, там количество наркоматов резко возросло, произошло разукрупнение того же наркомата, например, тяжелой промышленности, и уже создавались такие более узкие отраслевые наркоматы, в частности, наркомат вооружения, наркомат боеприпасов, наркомат водного транспорта, ну и так далее, и так далее. ВВП на душу населения можно определить? Я вам, если вы мне дали такое задание, я посмотрел, слушайте, вот эти вот все вещи по поводу ВВП, вот эта статистика экономическая, чисто вот такая формальная, да, это как вот рейтинг вузов, она же ведь ничего не показывает, потому что это средняя температура по больнице. ВВП на душу населения, это средняя температура по больнице, значит, у каких-то семейств будет триллионы долларов, а у кого-то будет нищета. А я вам и говорю, а средняя ВВП будет, так сказать, высокая, понимаете? У кого-то в Советском Союзе могло быть триллион долларов? Нет, я вам не об этом говорю, дело в том, что, я не об этом говорю, дело в том, что сама вот эта методика подсчета душевого ВВП, она довольно, так сказать, ну, ущербна, на мой взгляд. Поэтому я вам такую цифру не скажу, врать не буду, но уровень жизни основной массы населения, это подчеркиваю, то есть 95% населения страны, он, безусловно, вырос. А в чем это проявляется? Проявлялось это во всем, понимаете? В том, что, во-первых, в магазинах было полно и продовольственных, и промышленных товаров, люди стали переезжать из каких-то там полубараков и подвалов в квартиры, в том, что, значит, были отменены карточные системы, вот, ну и так далее, и так далее, понимаете? 7373948, это телефон прямого эфира. Даже если вы посмотрите, например, вот старые советские фильмы, там 30-х годов, там даже по ощущению, да, видно, вот, как жила страна Советов в 30-е годы. Ну, все-таки кино и реальная жизнь, знаете. Не скажите, не скажите, возьмите, например, фильмы «Перестройки». Вы историк. Возьмите фильмы «Времен Перестройки», сплошная чернуха. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, а вот почему при инвестеризации не пытались использовать золото, царское золото, которое посетили западные золоты? Ага. Спасибо. Да, понятно. Значит, послушайте, история с этим царским золотом, это вообще темный лес, где уже потоптались многие-многие, в том числе разного рода аферисты, историки и так далее. Я вчера только слушал эфир с профессором Катасоновым, которого тоже спрашивали про это золото. Там на самом деле вот те исследования, ну, того же, например, Владлена Сероткина, который, кстати, был у меня учителем, они, в общем-то, ну, мягко говоря, некомпетентны. У нас огромное количество создано конспирологических версий. Понятно, что часть этого золота была просто расхищена, и концов этого золота найти нельзя. А часть этого золота были уплачены, в том числе, лидерами белого движения, ну, например, адмиралом Колчаком, генералом Деникиным. Счет поставок того вооружения, которое Великобритания, Франция и другие, я беру в кавычках, союзники белогвардейских армий, значит, поставляли вот в период гражданской войны. А вот каковы были там масштабы вывоза золота за счет вот этих вооружений, это одному Богу известно, потому что никаких реальных расписок никто никому не давал. Алексей спрашивает, самое высокотехнологичное достижение второй пятилетки? Ну, я так сходу сейчас вам что... А что он имеет в виду самое высокотехнологичное? Ну, сфера высоких технологий, очевидно, на тот момент. Нет, ну а что он имеет? Хай-тек какой-нибудь? Что бы компьютер изобрели? Что он конкретно имеет в виду? Самолеты, например, которые были... Вот вас спрашивают, что бы вы выделили по этому... Ну, например, ну, хорошо, возьмите Танк КВ, Хлем Ворошилов, да? Например, наша авиация, например, метрополитен, например. Это что, не высокие технологии? По тогдашнему, в каждый период в понятие высокие технологии вкладывались совершенно разные, так сказать, эти, ну, представления, понимаете? Сейчас высокие технологии, это какой-то вот как я посмотрел сегодня ролик, это регуляция, пардон, регуляция температуры в собственных кроссовках. Вот это является высокими технологиями. Евгений Юрьевич, тема у нас вторая сталинская пятилетка. Мы предполагаем, естественно, что был технологический прорыв, была мощная индустриализация. Поэтому, когда Алексей задает вопрос... Послушайте, сейчас я объясню, послушайте. Речь идет о том, что прорывного было. Послушайте, дело в том, что когда... Вот опять представление людей. Ну, представьте себе, что элементарная электрификация страны, это уже был прорыв технологический. Потому что у нас... А вот я и говорю, потому что у нас львиная доля работ была ручная. Мы сейчас понимаем, что у нас электрификация, и воспринимаем это как должное. А люди, которые жили 80 лет назад, они вообще раньше не знали, что такое электричество. А здесь у них произошла электрификация самых трудоемких ручных процессов на том же производстве. У них появились не свечи, условно говоря, в каких-то там ладанах и так далее, а лампочки электрические. И по тем временам элементарной электрификации строительства вот этих электростанций, а тогда было построено более 70 электростанций, понимаете? Электрификация, как раз вот электрификация главным образом проводилась в городах, или все-таки до... А электрификация, слушайте, я вот вам просто скажу, что именно... Хорошо, что вы тоже задали этот вопрос. Именно в годы второй пятилетки началась такая широкая электрификация именно села. Почему? А потому что стали создаваться машино-тракторные станции. Потому что тут надо же понимать, что одно потянуло за другим. Если у нас до 28-го года не было ни одного трактора, а потом их появилось 530 тысяч, а надо создавать ремонтную базу, а ремонтную базу надо создавать на базе чего? Электрификации. Понятно, что в село потянулась вот эта самая электрификация. Причем электрификация не только самих МТС, но, естественно, близлежащих сел и так далее, и так далее. 7373, 948, 965-й продолжают. Металлургию подняли на немыслимую высоту. Да, ну вот вам пример просто, чтобы вы поняли. Да, у нас, например, в годы первой пятилетки выплавляли 4,5 миллиона тонн стали. По итогам второй пятилетки стали выплавлять 17,5 миллионов стали. То есть рост в несколько раз. Покажите мне сейчас хотя бы одно производство, где рост произошел в разы. Я имею в виду вот в таком производстве. 7373, 948. Чугун, то же самое. То же самое. В разы производство чугуна увеличилось. Там, по-моему, выплавляли 4,2 миллиона тонн, а стали выплавлять 14,5 миллионов тонн. То есть тоже больше, чем в три раза. Еще задает, точнее, не вопрос, а просто реплика от слушателя Антон Л. Видимо, по поводу все-таки, значит, сил. У меня прадед был раскулачен и сослан, эксплуатировал исключительно свою семью. У него было 13 душ детей. Настоящая патриархальная семья. Слушайте, ну, во-первых, давайте так. Никто же не отрицает тот факт, что были перегибы. Это совершенно очевидно. И сейчас то же самое. Вы что думаете, у нас в тюрьмах сидят одни... Подождите, мы не про сейчас, у нас историческая программа сразу. Евгений Юрьевич, вы такое ощущение, что пытаетесь каким-то образом что-то оправдывать. Да я не оправдываюсь, я просто людям, чтобы привести, так сказать, им более доход... Вы же не думайте, что там сидят одни историки-то. Чтобы люди понимали, что когда человек попадает, например, в тюрьму, там есть люди, которые невиновны. Я вот о чем говорю. И он, может быть, попал под раздачу, что называется. И сейчас полно-полно таких случаев. Мы слушаем вас. Здравствуйте, Алло. Алло. Добрый день. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, вопрос. Скажите, короткий вопрос. Вот как стратегически вы оцениваете уровень государственного управления и кадровой политики во второй пятилетке? Спасибо. Вы знаете, я вообще оцениваю уровень кадровой политики во второй пятилетке самым высочайшим образом. Я считаю, что в период так называемых сталинских репрессий, наконец-то, были отстранены от власти вот те бездари-неучи, которые, значит, правили нашим государством в период НЭПа. И Сталин впервые призвал к управлению страной молодую поросль технократов. Того же Устинова, Малышева, Завинягина, значит, Венедиктова и там Собурова, Первухина, Зверева и так далее, и так далее. Именно эти молодые кадры позволили нам, во-первых, совершить гигантский рывок в промышленном развитии страны и в интеллектуальном развитии страны, а во-вторых, выиграть во Второй мировой войне. — 7373948, у нас еще остается полторы минуты. Ваш звонок примет. Здравствуйте, алло. — Добрый день. Олег, вопрос к вашему гостю, даже два коротких. Он говорит, что Сталин не был лидером партии. Кто же был лидером ВКБ большевиков и какой пол занимал Сталин в партии? Второй вопрос. Он действительно думает, что, значит, на станке, который делал патроны, можно делать макароны, раз уж они одного размера 7,62. Спасибо. — Да, я действительно так думаю. Если вы этого не знаете, но это ваши проблемы. Это думаю не только я, а и специалисты по производству макарон. Теперь дальше. Сталин, значит, был избран генеральным секретарем в апреле 22-го съезда на пленуме ЦК и на съезде. В 25-м году, когда РКПБ переименовывался в ВКПБ, принимался новый устав, там должности генерального секретаря в уставе не было. И с 30-го года, после 16-го съезда ВКПБ, Сталин никогда не подписывался генеральный секретарь вплоть до своей смерти. Он с 30-го года подписывал просто секретарь ЦК ВКПБ. А в мае 41-го года он к этой должности прибавил должность председателя Совета народных комиссаров СССР. Должность первого секретаря ЦК была введена в сентябре 53-го года. Тоже этой должности не было в уставе. Стал, значит, Хручев. Евгений Юрьевич, у нас программа заканчивается. А, все, извините. Евгений Спицын был у нас в гостях, историк, автор пятитомного учебника «Истории России». Это была программа «Сталин». Спасибо, что пришли. Спасибо. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8